Пятое место по количеству поданных заявок. Такой результат в этом году показали жители городского округа Щелково на премии «Наш Подмосковье», учрежденной губернатором Московской области. Итоги самого масштабного проекта, нацеленного на поддержку гражданских инициатив, подвели на оперативном совещании в администрации. 1173 реализованных проекта, на 200 больше, чем годом ранее. Мы говорим о победителях. Среди них есть проект молодого Щелковца, который на протяжении 6 лет своими силами, вместе со своей инициативной группой создает фитнес-зал. Эти 180 тысяч будут направлены на то, чтобы закупить в этот зал новое оборудование. Лауреатами от нашего округа стали 27 человек. Больше всего победители в категории творчество и духовное наследие, и волонтерство, и благотворительность. В каждой по 9 лауреатов. Смотря на то, что у Василий Петровский вышли два выселения, а у нас количество проектов все равно увеличивается. Говорят об активности граждан. Нам бы потом отслеживать, есть победители, как они реализовали свои гранты. Доброе дело авторы проектов выполняли с группой единомышленников. По количеству вовлеченных в дело людей городской округ занял четвертое место. Премиальный фонд в этом году составил 180 миллионов рублей. На реализацию будущих проектов щелковцы получили 4 миллиона 860 тысяч. Муниципалитет продолжает сокращать неэффективные муниципальные унитарные предприятия. В 2017 году в реестре юридических лиц состояло 22 учреждения, учредителями которых были администрация городских и сельских поселений. Шесть учреждений прекратили работу и были ликвидированы. Ещё шесть находятся в стадии банкротства. По мнению Управления имущественных отношений, сокращение МУПов содействует развитию конкуренции и способствует привлечению в отрасли частного капитала. С этого года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие». Ещё один социальный проект – губернатор Андрей Воробьёв. Программа ориентирована на людей старшего поколения. В городском органе это свыше 60 тысяч человек. Глобальная задача, которую преследуют организаторы – увеличение средней продолжительности жизни до 67 лет. Достоинство программы в том, что все занятия проводятся на бесплатной основе. По итогам голосования на портале «Добродел» определён топ-10 востребованных мероприятий для граждан пожилого возраста. Это скандинавская ходьба, посещение бассейна, туристические поездки, компьютерная грамотность, физическая культура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога. Календарь долголетия размещается на сайте Щёлковского комплексного центра социального обслуживания, в мобильном приложении «Социальные услуги» и на портале «Активное долголетие». Включиться в программу «Активное долголетие» можно одним из способов – через сайт комплексного центра социального обслуживания, мобильное приложение «Социальные услуги» или через портал «Активное долголетие». Очередное мероприятие, в котором могут принять участие все желающие, состоится 24 октября в парке ФОК на Дальнем Воронке. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.